Вот так выглядят современные очистные сооружения. Никакого запаха, все чисто и аккуратно. Эти аэротенки больше похожи на бассейны, только истинное предназначение их выдает цвет воды. Комплекс по очистке канализационных вод в поселке Володарского построили в минувшем году. Старым было около 50 лет и они уже не могли полностью соответствовать современным требованиям. Эти же сполна гарантируют экологическую безопасность. Мы достигли всех нормативов по стокам. Социальный риск и экологический риск для данного поселения минимален. Техническое обеспечение данного комплекса позволяет очистить до рыбохозяйственных показателей сточные воды. Построенный по чешской технологии, закрытый комплекс имеет несколько помещений, где поэтапно происходит очистка канализационных вод, которые сюда стекаются по трубопроводу из жилых домов. Сначала происходит сортировка крупных отходов и песка. Далее вода поступает в аэротенки, где с помощью специальных бактерий и воздуха производится стерилизация жидкости. На профессиональном языке этот процесс называется декантирование. После декантирования они доочищаются на барабанных фильтрах и проходят обеззараживание перед сбросом в водный объект. У нас в 2018 году прошла проверка Росприроднадзора. Целый месяц приезжала независимая лаборатория, проводила мониторинг наших очищенных сточных вод. В ходе этой проверки нарушений было не обнаружено. Очистные сооружения очищают сточные воды в полном НДС. Система полностью автоматизирована. Процесс фиксируется компьютерной техникой. С появлением новых очистных сооружений местные жители могут не беспокоиться об экологической обстановке в поселении и о состоянии реки Пахры. Мы очень рады, что новые очистные сооружения запустились. У нас теперь можно, не опасаясь, купаться в летнее время в реке Пахра. Могут рыбаки ловить рыбу, не опасаясь, что она будет заражена чем-то. И вообще очень приятно, что наши власти построили такое дорогостоящее очистные сооружения. Это очень хорошо. Строительство очистного комплекса стало возможным благодаря инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева, для которого одной из приоритетных задач является сохранение чистой природы в Подмосковье. Денежные средства на создание новых очистных были выделены из бюджета региона. Юлия Пагасян, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.